МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 63 дома отремонтировали на этот момент в Айгозе. Но пока продолжаются восстановительные работы. На помощь позвали строительные компании из соседских районов и городов. Напомним, город пострадал от паводка в начале марта. Под водой тогда оказались 150 жилых домов. Из них 57 жилых строений были признаны непригодными для проживания. На сегодня более 30 семей уже отметили новоселье. В 63 домах ремонт уже завершен. Еще в 24 ведутся восстановительные работы. Хотелось добавить, что свою лепту вносят 22 сельских округа и 12 местных предпринимателей. Они помогут в устранении всех недоделок. В целом никто не остался без внимания. Помощь приходит отовсюду. Более 300 проектов в рамках программы «Рухани-Женгеру» реализуются в Алматинской области. На них акиматам и меценатами было выделено более 37 миллиардов тенге. Сейчас в регионе работают по четырем направлениям. Терби-Женебелем, Атамикен, Рухани-Казана и Акпарат Толкана. Одним из больших проектов «Рухани-Женгеру» является электронная карта «Сакральных мест». К летнему сезону в Алматинской области планируют ввести новый туристический маршрут – «Золотое кольцо ЖТСУ». На проект выделяют около 80 миллионов тенге. Всего в электронную карту «Сакральных мест» Алматинской области вошли более 2000 памятников истории, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поддержку в развитии региона оказывают предприниматели. За два года их вклад составил более 9 миллиардов тенге. Они взяли на себя строительство социально значимых объектов – школы, детские сады, жилые дома, спорткомплексы и дороги. До 2022 года за счет частных инвестиций реализуют более 120 проектов на сумму почти 6 миллиардов тенге. Хорошую поддержку со стороны меценатов и предпринимателей уроженцев ЖТСУ нашла под программой «Атамикен». Только в рамках спецпроекта «Туганзер» в прошлом году реализовано 193 проекта. Среди них вот таких весомых культурных объектов, как Мемориальный музей «Батар-Бабалар», историко-культурный центр первого президента, лидер нации «Атамикен». Особо стоит отметить важные социальные проекты. В Гомеле открыли площадку для запуска новых проектов. Решение финансовых, бухгалтерских, юридических и страховых вопросов – теперь в одном месте. В центре предпринимателям, в том числе начинающим, предлагают бесплатные консультации специалистов – от составления бизнес-плана и регистрации фирмы до открытия валютного счета. Отделение нового формата заняло 400 квадратных метров в центре Гомеля. Акцент сделан на проведение деловых встреч. Есть переговорная комната, терминал круглосуточного приема наличных, интернет-кафе. Открытие центра положило начало глобальным событиям Гомелевского экономического форума. Сегодня подписывать бизнес-контракты в город съехались около тысячи представителей 30 стран. Я думаю, что здесь не только будут рождаться новые бизнес-идеи и бизнес-проекты, но они найдут свое финансирование, они найдут свою поддержку. И, возможно, потому что это происходит в рамках экономического форума, родившиеся здесь проекты, потом станут большими инвестициями в Гомельскую область. В Армении готовятся к масштабной модернизации единственной в стране атомной электростанции. Работы начнутся 1 июня и продлятся два месяца. В Минэнерго-республике заявили, что из-за приостановки работы атомной электростанции дефицит с электроэнергии в стране не будет. Техническим перевооружением станции занимаются армянские специалисты вместе с российскими коллегами. Напомним, армянская атомная электростанция вырабатывает треть всей электроэнергии в республике. Атомная электростанция будет полностью перезапущена в декабре. Модернизация финансируется за счет российского кредита в 300 миллионов долларов и нацелена на продление срока эксплуатации АЭС еще на 10 лет. После этого, по итогам экспертных исследований, будет решено, можно ли ей дальше продлевать эксплуатацию или нет. Мосты сотрудничества наводят производители экопродукции. Делегации из Беларуси участвуют в Европейской зеленой неделе. Выступления и презентации в основном сосредоточены на внимании к экологическим проектам и технологиям, которые помогают сделать жизнь в городах не только комфортной, но и полезной для здоровья. А это качество воды, переработка мусора, электротранспорт, растения в урбанистической среде и многое другое. Опыт у Европы большой, и она готова им делиться. Несколько экопроектов уже реализует Брест, и представители мэрии активно готовят к защите новые. Уже в масштабе инициативы восточного партнерства. После экспертной оценки и защиты лучшие проекты получат европейское финансирование. Только в виде технических грантов на ближайшие три года ЕС выделит Беларуси около 130 миллионов евро. Когда к нам приезжал Луиджи Сипола, который нам помогает, международный эксперт по нашей разработке концепции, он был удивлен, поражен, что у нас есть и мусороперерабатывающий завод. Мы вырабатываем из отходов на очистных сооружениях биогаз, делаем зеленую электроэнергию, вырабатываем. То есть мы, получается, до сих пор не можем себя красиво подать. То есть все, что мы делаем в Бресте, в Белоруссии, мы даже, может быть, и получше, чем в том же Брюсселе. Но просто надо это красиво в такую обертку завернуть и красиво подать. Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против «Газпрома» без каких-либо штрафов. Российскую компанию обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением на рынке Евросоюза. Теперь стороны заключили мировое соглашение, которое юридически обязывает концерн соблюдать индивидуальный свод правил. В рамках соглашения «Газпром» обязался снизить цены на газ на рынках Центральной и Восточной Европы. Они будут такими же, как на Западе Евросоюза. Кроме того, компания позволит свободно переправлять свой газ между странами ЕС. Индивидуальный свод правил будет действовать 8 лет. Если «Газпром» нарушит их, то Еврокомиссия может наложить штраф в размере 10% глобальной годовой выручки компании. При этом Еврокомиссия может не доказывать нарушения антимонопольных правил. Еврокомиссия заподозрила «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства ЕС в 2011 году. Она провела обыски в дочерних компаниях концерна, работающих в 10 европейских странах. Через год было открыто официальное дело против «Газпрома». Под внимание Еврокомиссии попала деятельность концерна в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и странах Прибалтики. По мнению регулятора, «Газпром» ограничивал свободную конкуренцию на рынках Центральной и Восточной Европы. Это обязывает «Газпром» предпринять меры, которые положительно скажутся на газовом рынке в регионе и обеспечат честную работу на внутреннем энергетическом рынке Европы. Многие европейские компании будут вынуждены уйти из Ирана из-за американских санкций. Такие опасения выразила Ангела Меркель. Канцлер ФРГ прибыла с визитом в Китай. Изначально главный акцент переговоров в Пекине планировалось сделать на двусторонних отношениях. Но на первый план вышла ситуация вокруг Ирана, которая начала развиваться по взрывоопасному сценарию из-за односторонних демаршей Дональда Трампа. Тегеран требует от европейцев гарантий. Верховный лидер Ирана фактически поставил ультиматум перед странами ЕС. Среди выдвинутых условий – обеспечение беспрепятственного сбыта иранской нефти в Европе, а также безопасность транзакций между европейскими и иранскими банками. После снятия санкции в 2016 году Иран увеличил добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. В страну пришли европейские компании. Однако из-за угрозы санкций США доля иранской нефти на мировом рынке может вновь заметно упасть. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона и сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал выход США и сделки нарушением резолюции Совета безопасности ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона, возобновить санкционный режим против Тегерана. Как бы то ни было, мы придерживаемся единой позиции и не хотим ставить под вопрос сделку с Ираном. Переговоры были очень непростыми. Достигнутое соглашение может быть не идеально, но какова альтернатива? Никакой четкой альтернативы просто нет. И поэтому мы полагаем, что в нынешних условиях наилучшее решение – сохранение действующего соглашения. Федеральный суд в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple 539 миллионов долларов в связи с нарушением патентов на дизайн смартфонов и технологию изготовления iPhone. Разбирательство продолжается до 2011 года. Тогда Apple обвинил Samsung в нарушении правил на интеллектуальную собственность. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд. Высшая судебная инстанция США вынесла ряд решений по этому делу. В частности, предоставила суду в Сан-Хосе право определить размер компенсации, которую должна выплатить Samsung. Китай планирует отказаться от ограничений по количеству детей в одной семье. В стране таким образом пытаются снизить темпы старения населения. Новая политика независимой рождаемости позволит жителям самим решать, сколько детей заводить. Решение может быть принято в конце текущего года, либо в начале 2019-го. Политика «Одна семья, один ребенок» стартовала в 1970-х годах. Ограничение рождаемости заставило поколение китайских родителей платить штрафы, делать аборты или втайне воспитывать детей. Однако это привело к снижению работоспособного населения. Из 2016 года супружеским парам в Китае официально разрешили заводить двоих детей. Сегодня Китай – самая густонаселенная страна в мире с быстро стареющим населением. По статистике, в государстве на 30 миллионов мужчин больше, чем женщин. Власти признали, что 40-летняя политика «Одна семья, один ребенок» привела к снижению рождаемости, демографическому дисбалансу и ослаблению экономики. С призывом о переводе личных сбережений, хранящихся в долларах и евро, в национальную валюту к жителям Турции обратился президент. По убеждению Раджепа Таипа Эрдогана, это поможет турецкой лире удержаться на плаву. С начала текущего года ее курс по отношению к американскому доллару упал на 20%. Правительство всерьез взялось за поиск путей выхода из экономического кризиса. Тем более, что в стране грядут досрочные президентские и парламентские выборы. Падение лиры началось еще в 2016 году, после неудавшейся попытки военного переворота. Усилие влияния Эрдогана на денежно-финансовую политику страны породило беспокойство в кругах инвесторов и привело к массовому выводу активов с рынка турецкой валюты. Мы знаем об игре, которую затеяли против нас, и мы боремся при помощи инструментов, которые имеем. Статус резидента или гражданина Турции предполагает обязательства прежде всего по защите валюты своей страны. Такова моя просьба к народу. Не верьте слухам и защищайте собственную валюту. Редактор субтитров А.Семкин